Всем доброго времени суток! В предыдущем видео мы формировали душевую кабинку, наносили гидроизоляцию и занимались подготовительными работами. В сегодняшнем видео мы будем производить облицовку в ванной комнате большой плиткой. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Так как длина трапа составляет 120 мм, а плитка 120 на 60, вначале кладем стены. Это для того, чтобы трап и плитка на пол были в одной линии. Далее размечаем всю плитку и производим подрезки керамогранита. Перед укладкой проходим пылесосом. После чего приступаем к облицовке. Клей наносим гребенкой 10 мм, классом С2. Керамогранит имеет рельефную поверхность. И для подъема плитки я применил специальную присоску. Размер плитки 120 на 60. Толщина керамогранита 11 мм. Для хорошей усадки плит применяю виброприсоску. Продолжение следует... Произвели укладку на полной плитке, на пол в душевой. И у нас остается сделать подрезку вокруг трапа. Далее произведем дальнейшую подготовку. По раскладке у нас идет посередине целая плитка, а по краям подрезки. Продолжаем облицовку напольной плитки. Продолжение следует... Всю подрезку плит производим ручным плиткорезом. На плиткорезе имеется специальная линейка для точной резки. Устанавливаем нужный нам размер, после чего производим точный рез. Все получается быстро и непринужденно. Произвели облицовку пола, далее кладем первый ряд. Хочу показать небольшую хитрость, как нанести клей, обойдя отверстие. Для этого мы подкладываем небольшой лист картона под отверстие. Далее наносим клей. Убираем картон и вот что у нас получилось. Все чистенько и аккуратно. А самое главное, не нарушается толщина точного нанесения клея. Итак, произвели всю облицовку душевой комнаты. Остается облицовать бордюр. Плитка довольно-таки толстая, 11 миллиметров. И для реза под 45 градусов я применил болгарку. И вот такой вот пылеотвод. Подробное видео на этот пылеотвод у меня уже есть на канале. И на всякий случай оставлю ссылку на это видео. Ссылка в описании видео. Далее мы снимаем размеры. И размечаем плитку. Так как полоски будут маленькие, а плитка толстая, причем керамогранит очень плотный и трудно подается, мы зальем специальное масло. Масло обволакивает режущий ролик. И рез получается надежным. А плитка не лопнет там, где нам не надо. Как вы видите, плитка очень тяжело дается. Но плиткорез справляется с этой задачей. Итак, после того, как мы приготовили все подрезки, приступаем к облицовке бордюра. Продолжение следует... Маленькие подрезки плит я могу производить на электрическом станке, что очень быстро и удобно. Субтитры создавал DimaTorzok Закончили с облицовкой в ванной комнате, теперь приступаем к затирке. Изготовление затирки производим полностью по инструкции. У каждой разновидности затирки инструкция идет индивидуально. В моем случае затирка цементная и водоотталкивающая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Произвели все поэтапные работы в удобном для нас алгоритме. И для кого информация была полезна, ставим пальцы вверх. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...